Нас называют в тонком мире нетерпеливыми. Это действительно так и есть. Мы стараемся почему-то знать все и сразу. Но может быть это пока не нужно? Может быть пока делать обычные медитации? Может быть пока освобождаться от старого? А потом, когда мы станем другими, нам сама придет эта информация? Но сегодня мы не готовы иногда воспринимать, и это только ранит нас, это только прибавляет нам какие-то противостояния дополнительные, которые сейчас совершенно не нужны. Предоставляю вам сегодня тему, которая как раз вам показывает о том, что все приходит в свое время тогда, когда надо. Приветствую, дорогие друзья! Мы подошли к поворотному моменту путешествия, пробуждения человечества, который навсегда меняет ландшафт нашей личной и глобальной реальности. Врата завершения 2016 2 плюс 0 плюс 1 плюс 6 равняется девятка. Это по нумерологии год универсальной девятки. А девятка представляет частоты завершения, отражения и служения. Вы, наверное, заметили, что эти темы, особенно тема окончания и завершения, очень сильно проявляют себя в этом году и во внешнем мире, и в нашей личной жизни. Циклы универсального завершения и окончания всегда требуют от нас полностью рассмотреть и разрешить любые незавершенные дела во всех областях нашей жизни, включая области здоровья и взаимоотношений. Наши модели поведения, в том числе и поведения по отношению к самим себе. В последние несколько месяцев года универсальные девятки часто бывают наиболее интенсивными, поскольку нас подталкивают побыстрее завершить все, что осталось незавершенным за последние 9 лет до начала нового 9-летнего цикла. В течение этого года девятки мы можем заметить также некоторую инертность в том, что касается принятия изменений, определенную нерешительность, когда речь заходит о начале новых проектов или взаимоотношений, смене работы или переезда на новое место. Если вы замечаете это в своей жизни, то знайте, что то же самое происходит сейчас и по всей планете, и что таким образом мы получаем пространство для завершения старого прежде, чем начнем что-то новое. 2016 год был также очень, в кавычках, кармическим годом, в котором мы испытывали кармические последствия наших действий за все прошедшие 9 лет. Вспомните о том, что происходило в вашей жизни в 2007 году. И вы заметите проявления в ней и сейчас подобных же тем. Некоторые из этих тем ощущаются более ярко, другие не очень. Но это не случайно. Это ясно указывает вам на то, что какие энергии, шаблоны и внешние ситуации вам нужно сейчас внимательно рассмотреть. Вспомните 2008. Возможно, вы нашли тогда новую работу или начали новый проект, переехали куда-то или начали новые отношения. Можете ли вы вспомнить свой образ мыслей в то время? Возможно, вы, в кавычках, про себя решили тогда. Что-то начинает для меня меняться сейчас к лучшему. Это потому, что 2008 год был годом единицы, в кавычках. Задавал тон 9-летнему периоду, который мы завершаем сейчас. Если вы чувствуете себя сейчас не очень хорошо, считайте это просто хорошей возможностью в кавычках выучить определенные уроки, которые вы решили уже очень давно пройти, но на более высоком уровне. Вам дают сейчас шанс отпустить и двинуться дальше, чтобы необходимость в таких уроках больше не возникала. Если вы чувствуете, что все идет прекрасно, это значит, последние 9 лет вы сознательно и намеренно держали позитивный курс, который сейчас чудесным образом и отражается в вашей жизни. Следующие 2 месяца очень важны, поскольку обеспечивают нам возможность раз и навсегда завершить все, что мы готовы, в кавычках, оставить за спиной. Сейчас становится все труднее и труднее жить и действовать в сознании жертвы, поскольку нас призывают к действию, к решению своих давнишних проблем. Следующий раздел «Время служения». Год универсальной девятки. Это также год служения. Все знаем, что происходит, когда наш ум слишком погружается в себя. если мы чрезмерно погружены в себя, чрезмерно заняты собой, значит, наш ум работает в режиме выживания до такой степени, что мы просто не способны увидеть более широкую картину жизни. Не стоит судить это состояние в терминах «хорошо» и «плохо». «Плохо». Но важно понять, что если мы остаемся в этом пространстве достаточно долго, это ограничивает нашу энергию, создает в ней застой, вместо того, чтобы ощущать расширение и поток жизни. Добавив в свою жизнь некоторые акты бескорыстного служения, мы сможем избежать таких ограничений и стагнации. Служение подобного рода в особенности открывает области здоровья, благосостояния и общего ощущения счастья. Служение другим также является одним из самых эффективных способов сбалансировать и разрешить старые кармические долги. Если вы чувствуете присутствие в своей жизни каких-либо кармических долгов, например, в области здоровья, финансового благополучия, внутреннего удовлетворения, это время было идеальным для вас, для того, чтобы погрузиться в энергию служения другим. Всякий раз, когда вы предлагаете другим энергию своего служения, свою помощь, через вас мощно текут энергии любви и сострадания. В течение следующих двух месяцев, в связи с моментом завершения, в котором сейчас мы находимся, эти энергии увеличатся во много-много раз. Следующий раздел. Подготовка к новому девятилетнему циклу. Возможно, вы испытываете сейчас определенный застой, особенно в области новых отношений, творческих усилий или переезда в новый дом. Если вы начинаете делать внутреннюю целительную работу, необходимую для уборки старых в кавычках завалов, разрешение старых обид и боли, в то же время, так или иначе, служа другим людям с начала 2017 года, все начнет очень мощно меняться. Новый год собирается предложить нам нечто чудесное. Он даст нам возможность стать человеком, которым в глубине души всегда вы считали себя. Настало время ответить на несколько очень важных вопросов. Следующий. Что бы вы хотели создать для себя в жизни? Следующий. От каких шаблонов собственного поведения вы уже готовы отказаться? От каких шаблонов собственного поведения вы готовы уже отказаться? Следующий. Как вы собираетесь относиться к себе после того, как решили проявлять больше любви к себе? Следующий. Как вы будете относиться к другим и позволять им относиться к себе после того, как решили проявлять больше любящей поддержки себе и другим людям? Следующий. Что еще вы можете добавить в повседневный график, неважно, как бы малы ни были эти дополнения? Что будет способствовать усилению любви, счастья, свободы, баланса, полноты и цельности, благодарности, доброты, чудес и процветания? Готовясь к творческой и более полноценной жизни, мы можем начать задавать эти вопросы и отвечать на них прямо сейчас. Приближаясь к началу нового девятилетнего цикла к 2017 году. Настало время отпустить вещи и привычки, которым мы были так долго привязаны, но которые больше не служат ни нам, ни тем, кто нас окружает. Настало время отпустить это и просто позволить себе быть. Это сослужит нам хорошую службу и гораздо легче сделать это, чем двигаться в новый девятилетний период, крепко держась за то, что уже принадлежит прошлому. Если вы читаете этот прогноз, то это является подтверждением, которое вам необходимо для того, чтобы знать, что вы способны сейчас отпустить любые старые привязки, которые более не соответствуют вашему высшему благу. Почувствуйте себя удобно и спокойно с этим знанием и знайте, что вы сейчас именно там, где вам предназначено быть на вашем священном пути. До следующего раза. Эммануэль. Перевод Яна Высокова. Время завершения. Конец девятилетнего цикла. Конец девятилетнего цикла.